В Самаре все настолько пропитано духом футбола, что и я не удержался и сменил рабочий костюм на футбольную форму. И вышел поиграть на большое поле. Благо и случай есть подходящий. Космос Кап. Здесь четыре команды на стадионе Волга выявляют сильнейшего. Организаторы турнира, команда спортивного клуба Космос, болельщики сборной Дании, болельщики сборной Австралии и команда представителей средств массовой информации. Ворота, который защищал я в первом полуфинальном матче. К сожалению, нам не удалось додержать ничью. И на последних минутах мы пропустили, проиграли 1-0. И теперь будем сражаться в матче за третье место. А вот против кого выявит второй полуфинал между командами Дании и Австралии? Болельщики будут сражаться, как и их кумиры, которые уже завтра выйдут на поле стадиона Самара-Арена. Несмотря на то, что здесь выявляются победители и проигравшие, в целом на турнире, конечно, дружественная атмосфера и атмосфера любви к футболу. Очень важно, чтобы болельщики не только на словах, как моего друга, который русский и живет в Австралии, и всегда рассказывает о России. Все очень хотели сюда приехать. Но чтобы они действительно сами увидели, насколько мы дружелюбные, открытые и всегда готовые помочь и организовать любое мероприятие. Мы всегда открыты, open-hatted для нашей Родины, мамы. Особенно много болельщиков сборной Дании, которые очень громко поддерживают свою команду и развесили по периметру очень много флагов. Что ж, пойду готовиться к игре за третье место. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.